здравствуйте дорогие подписчики и уважаемые гости канала ребят сегодня есть у меня такой великолепный кусочек карбоната свиного сегодня я хочу приготовить отбивные сразу хочу оговориться что я готовлю из свинины точно также великолепно это блюдо роскошное можно приготовить из говядины то есть если кто-то не кушает поросяшку можно тогда сделать это из говядины специи используйте те же технология собственно тоже знаю что это замечательное блюдо готовят многие из вас но суть в том что каждый человек привносит что-то свое каждый готовит это по-своему сегодня просто хочется поделиться с вами именно тем рецептом именно тем способом приготовления который прижился в нашей семье и как бы с огромнейшим удовольствием используется сегодня мне будет помогать мой братишка здравствуй брательник привет родной в общем что мы делаем сейчас в первую очередь естественно нам нужно этот красивый кусочек мяса нарезать значит делать мы будем это где-то примерно сантиметра по два потом в процессе уже мой брат мне поможет он будет отбивать я буду в общем со сопутствия на уже обмазывать все это дело специями в общем делать все то чтобы этот красивый кусочек мяса превратился великолепные отбивные ну что братишь приступим в общем будем действовать сообща да да начинаем как я уже сказал нарезаем ну сантиметра по 2 можно полтора чуть чуть меньше наверное чуть чуть меньше все таки не надо по два сантиметра примерно вот так здесь у меня получилось полтора полтора 2 сантиметра самое самое то что надо все ребят вот такие красивые кусочки у нас получились один правда таком небольшой получился как бы последующей не до кормушек ну у нас сегодня маленький член семьи здесь присутствует, племяшка моя, как раз наверное это будет ее доля. Теперь мы берем наше роскошное мясо и начинаем его отбивать. Братевник мне мой в этом поможет. Сейчас потихоньку вот это все это дело отодвигаем в сторонку, чтобы оно нам не мешало. Примерно вот так, чтобы все было эстетично. Положим вот такой целлофан. Мы разрезали обычный пакет, можете использовать пищевую пленку. Все, кладем это вот так, все это дело. Накрываем, чтобы у нас ничего не летело. Все, отбивать будем, друзья. Ну как всегда я говорю, отбиваем от середины к краям. Ну в общем, как мы это будем делать, мой братишка расскажет. Да, это дело я люблю. Как обычно, ребят, делаем мы все вот таким молоточком для отбивных. Именно стороной там, где у нас гладкая часть, потому что если мы будем бить именно вот этой частью ребристой, то у нас будет множество изъянов на нашем мясе и это не всегда хорошо. То есть делаем плоской стороной все для того, что если мы будем делать данной стороной, это будет все рыхлить наше мясо. А это нам не надо. Не надо нам, чтобы оно потеряло сок, поэтому нужно сделать все красиво и, как говорится, немножко его расплющить. Значит, вот таким способом делаем от серединки и к краям. Ну я уже смотрю, кусочек стал красиво. Да, можно на этом остановиться. Таким же образом, друзья, мы в принципе отбиваем все наши кусочки примерно вот до такого состояния. Было полтора-два сантиметра, где-то пол сантиметра нам надо, чтобы оно стало. Все мясо отбитое, мы его немножко расплющили, при этом, как уже повторюсь, как сказал мой брат, мы это делаем именно плоской стороной, чтобы мясо не теряло сок. В общем, так делаем с каждым кусочком. Все, друзья, отбили мы наше мясо. В общем, смотрите, чего мы хотели добиться, мы добились. Кусок мы отбили в разные стороны у нас красиво разъехался. Вот вы видите, как мясные волокна, они стали более рыхлыми, но при том, они сохранили свою целостность. То есть, что нам нужно было, чтобы сок весь в процессе приготовления, он останется в мясе. Но мясо стало гораздо мягче, то есть прожарится оно быстро. Теперь настало самое время приправки добавить те, которые нравятся моим близким, те, которые любит моя семья. Буквально пару щепоток соли. Ребят, как всегда я говорю, делайте это по вкусу. Я вам даже не буду говорить там, сколько у меня на вот это количество пойдет соли. Немножко прихлопали, чтобы кристаллики там максимально растворились у вас под пальцами, вы почувствуете, как бы их стало меньше, все они растворились. Не засаливаем, а присаливаем, как я говорю, в таких случаях. Теперь добавим сюда перчика. У меня здесь смесь из четырех перцев вы можете только черным перцем. Можете в равных долях смешать черный перец и красный перец. Тоже будет все обалденно ароматно. Все, теперь перчик добавлен и буквально пару щепоток для яркого цвета, красивого и самое главное аромата. Мы добавляем всегда копченую паприку. Это самое вкусное. На то он и семейный рецепт. У каждой семьи есть именно тот уникальный рецепт. Если человек хороший, добрый, открытый, он именно захочет поделиться тем, что использует сам. Спасибо за комплимент, братишка. Вот мой брат готовит очень вкусно. Ну и я не менее вкусно. Старший брат, я у брата всегда учился и учусь. И тем более я так подумал. Брат там сидит, скучает без меня. Думаю, а поеду как я? И покушаем вкусно мы с ним вдвоем. Сделаю ему намек, что как-то без мяса мне живется не так. Как говорят? Да нет, ну ты говори, ты говори еще момент, простите, перебиваю. У нас все время как-то по шашлычкам, по шашлычкам. Лучше мясо может быть другое мясо. Да, вот мы сегодня решили не шашлычок, а хотим отбивнушек чуть-чуть. Но не по ребрам, а именно в блюде. Все, значит таким образом буквально приправляем все наши кусочки, вот так откладывая в сторонку. Все. И продолжаем. Все, ребята, отбивные по-нашему, по-братски, так как мы сегодня совместно с брательником все это делаем готовы. Ну, готовы как полуфабрикат. Все, в общем, приправы все мы ввели. Не устану, опять я оговорюсь, конечно, я скажу, специи добавляйте, те, которые вам нравятся. Но рекомендую попробовать именно вот этот вариант. Это очень вкусно. Почему настаиваю на этом? Потому что паприка особенно, ну, перцы это понятное дело, не очень ароматная. Паприка, именно копченая паприка, она дает вот этот неповторимый аромат дымка, аромат мангала. Почему нам это надо? Потому что, ну, не у всех есть возможность на мангале все это делать, да? Мы это будем делать на сковородке. То есть, это рецепт для горожан больше. И вот этот неповторимый аромат мангала и костерка он сохранится у вас. То есть, в процессе приготовления вы ощутите это божественный фейерверк, божественную какафонию ароматов. Обязательно попробуйте. В общем, все у нас готово. В этом виде мы оставим буквально, как я уже говорил, на 15 минут. Вот так пирамидкой друг на друга надложенной. Если где-то у нас соличка не растворилась, она растворится. То есть, мясо впитает в себя, что нам нужно. И, собственно, уже начинаем приступать к жарке. 15 минут. Ждем! Сковородка наша греется, друзья. Добавим немножечко сюда масло. Ребята, масло я использую свое. Всегда добавляю, мне очень нравится, добавляем масло растительное, настоянное на листьях базилика свежего. Ну, то есть, возможности, я понимаю, и времени не у всех может быть столько, чтобы заморочиться приготовить такое масло. Хочу сказать сразу, что в ритейлерских магазинах крупных сетевых типа пятерочки и магнита, вот рекламу им сделал, продается масло такое, настояно именно на базилике. Рекомендую, используйте это. Очень ароматно для мясных блюд. Разогрета наша сковородка. Все, приступаем к готовке. Выкладываем первый кусочек. Отлично! Ребята, на этом этапе убавляем огонь. Интенсивность горения не должна быть слишком сильной. То есть, нам нужно прожарить, а не сжечь. В общем, сейчас мы, как я всегда говорю на мангале, сейчас нам нужно, чтобы белок свернулся. Примерно три минуты. Три минуты с каждой стороны мы это делаем. Три минуты мы обжариваем с одной стороны, потом переворачиваем на вторую сторону. Там же смотрим по времени, где-то от трех до пяти минут, и наши отбивнушки будут готовы. В процессе приготовления, друзья, этим же маслечком, вот так мы смажем сверху все, чтобы запечатать мясо, чтобы сок запечатать. Весь аромат, весь вкус остался внутри. Ну и самое главное, ребята, держите подальше таких братьев, как я. Потому что он говорит, что сейчас три секунды, там три минуты обжарит одну сторону, другую сторону. А такие, как я, горожане. С одной стороны поджарят, с другой стороны поджарят. И я ее, как вариант, вот этот левый кусочек я украду и съем где-нибудь в другой комнате. Да, как стоит. Три минутки прошли, друзья. Ой, красота. Видите, сокчик как идет, все переворачиваем. Уже тогда мы будем обжаривать с этой стороны, все будет готово. Отлично. Вы можете наблюдать, что крышкой я абсолютно не накрываю ничего. Этого и не надо здесь делать. Это у нас суровые мужские отбивные. Блюд, вернее, рецептов приготовления отбивных очень много. Основная масса их приготовления в духовке. Но нам нравится именно в сковородке. Так мясо остается более сочным, более суровым, более приближенным к нашим искомным корням, когда еще не было в духовке ничего. Но был костер, были угли, было пламя, и можно было обжарить мясом на огне. Ну, мы так думаем. Да, надо кажется. Ребят, вот он, красавчик наш отбивнушка. Хрюшка отбивнушка. А у вас, может быть, это с говядиной красотища наша готова. Либо говяжка отбивняшка. Отбивняшка польем тем соусом, который в процессе жарки образовался. Обалденно, отлично, друзья. Какой стоит аромат, это просто не передать. Все очень сочное, все очень вкусное. Братильник, по-моему, сейчас, наверное, настал момент с тобой продегустировать, как ты считаешь? Давай, наверное, вот этот верхний красивый кусочек с тобой прям. С вашего позволения, друзья, я не буду использовать никакие столовые приборы, кроме ножа. Прямо вот так вот. По-суровому. Да, прям вот так вот руками возьму. Отрежу. Давай, я первый попробую. Покажи, пожалуйста, в разрезе. В разрезе, ребят. Жарили мы, как положено, 3 минутки, друзья. С каждой стороны. Ребят, я вам скажу так. Как наши братья на Кавказе говорят. Как вкусно, а? Давай я уже что-нибудь тоже скажу, братан. Так, ну, в предвкушении, после братовой похвалы, вот это, сей возгласов, тоже хочу попробовать сильно. Давай выключай, я съем все. Это реально очень вкусно. Друзья, ну, на этом этапе, как обычно, я всегда говорю, если рецептик вам, как говорится, зашел, если видео понравилось. Сегодня мы немножко с братишкой так разобщались душевно. Ну, мы всегда с ним так душевно общаемся, когда нам всегда приятно быть вместе. Ну, и вообще, ребята, я вам так скажу. Самое главное, да, первый раз канал этот мясной. Пусть будет всегда на вашем столе мясо. Ну, а самое главное, чтобы это все подкреплялось вашими истинными, доброжелательными отношениями с вашими родными и близкими. Любите друг друга. Самое главное, семья это самое первое в жизни любого человека. Здоровья вам, мира и процветания. Категорически согласен. Друзья, если видео зашло, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, обязательно делитесь видео с друзьями. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не потерять этот замечательный рецепт и не пропустить новые интересные рецепты. Потому что братишка будет ко мне в гости приезжать часто и он всегда это делает. Ну, а нам с братаном пора поесть. Всех благ, друзья, здоровья вам и вашим близким. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok